Хай заблус! Как настроение? Все ли отлично? Все ли прекрасно? Ваша сцеленная? Надеюсь, что все ништяк. И сегодня мы поговорим о том, как вдохновлять себя, как сам мотивировать себя, как делать много за день, как не уставать при этом, да? Обо всех этих вещах мы с вами побеседуем. Такой вопрос нам задал один из комментаторов. Спасибо большое. Там был вопрос, Егор, как вот мотивировать себя, чтобы я прям все-все-все мог или могла? Вроде там могла была, да? Написал человек. Спасибо большое за вопрос. На самом деле все очень просто. Необходимо просто начать делать. Все. Можете выключать видео. Ну, серьезно. Дальше будет просто подкаст. Такой, а как так начать, да? Просто суть в том, что наш мозг таким образом работает, что нам трудно переключаться из одного рода деятельности в другой. Например, переключиться с русского на английский. Быстро. Это, чтобы это натренировать, нужно так часто делать. То есть это как, знаете, вот реально очень хороший пример с английским языком. Если у вас не очень развита английская речь, если вы не очень хорошо говорите на английском, то и вам переключаться на него как бы труднее, да? Например, вы такие, так, я говорил на русском. И как-нибудь так. Для вас как это, блин, надо же какое-то выражение придумать и там сформулировать. Аналогично и с делами. Тут точно так же работает вы, например, писательством занимались, либо же просто лежали на диванчике такие и решили позаниматься писательством. Чтобы себя заставить, нужно же, блин, у вас только в голове мысли и приходят, блин, а это же надо написать о чем-то, это надо сделать это, это надо сделать то-то. Плюс уже я же не писатель. Как так-то я начну сразу писать? Я, наверное, надо сформулировать, нужно на какие-то курсы сходить там первоначально. Друзья, просто необходимо начать делать, а потом оно накопится. Это серьезно так работает. Представьте, что вы как будто накапливаете определенную ману, определенную руны, определенную энергию, определенную концентрацию на определенном деле. И если вы постоянно рисуете, то вы рисовать захотите намного больше. То есть, представьте, вот серьезно, это как привычка. Вы все время делаете одно и то же дело, и вам хочется делать это дело. Соответственно, чтобы заставить себя что-либо новенькое сделать, необходимо приложить некоторые усилия. А чтобы заставить то, что вы уже делали неоднократно, усилий требуется не так уж много. То есть, если вы постоянно лежали, то лежать вам захочется намного дольше. Если вы постоянно, например, пели, то вам захочется попеть. Естественно, там некоторые еще физиологические параметры тоже влияют. То есть, если у вас голосом какая-то вещь творится, то есть вы такие хрипли, то в этот момент, вероятнее всего, вам не захочется особо петь. Но обычно людям хочется петь. Вот вы вчера попели, позы вчера попели, неделю назад пели, еще месяц назад пели. И вы каждый день, каждый, каждый, каждый день выполняете, то вам и хочется это делать. Если вы отжимаетесь, вот спортсмены, серьезно, именно не то, что вы вчера начали только отжиматься, а сегодня у вас мышцы уже болят, да? А те, кто занимается вот два месяца, например, или три месяца, вам уже хочется это делать ежедневно. То есть, вы такие, так, а я вот вчера отжимался, а сегодня как-то ощущается иначе. Я сегодня не отжимался. У меня аналогичным образом с видосиками. Я записываю видео каждый день по той причине, что у меня сформировалась привычка. Мне прям приятно записывать видосики. И по этой причине вот как раз таки так и выходит. Аналогично с музыкой, занятием музыкой. То есть, вы играете на фортепиано, например. Если вы играете около 60 дней, то вам потом хочется это делать. Примерно формируется эта вещь. Некоторые могут сказать, там, 21 день, да? В принципе, да, для некоторых так работает. Для некоторых работает одного дня достаточно, чтобы сформировалось. Это в зависимости от того, насколько вы погружены именно в мыслительный процесс в этом русле. Потому что иногда вы, возможно, прям всегда мечтали этим заниматься. И тут вы просто начали делать, и для вас легко переключиться за один день. И это значит, что у вас развита некоторая гипкостюма, да? Будем так ее называть. В некоторой родине. На самом деле она присутствует, действительно. И, соответственно, вам просто необходимо начать. Это в любых книжках. Вот я сейчас зайду, например, в какую-нибудь республику, либо же в Читай-город. В любой книге, которая содержит 300 страниц на мотивационное подготовение, там будет один-единственный посыл. Надо делать все. Серьезно. Это ответ. Теперь, конкретно, если вы занимаетесь несколькими делами, тут уже немного труднее бывает переключаться. Потому что вы... Вот у меня так происходит, по крайней мере. Я занимаюсь и русским языком, и английским, и немецким, и испанским, и индонезийским. И иногда необходимо свитчить свой разум очень быстро. И при том, я иногда занимаюсь и девелоперскими вещами, то есть разрабатываю какие-либо вещи. Плюс я так же коммуницирую с вами. Плюс так же я иногда общаюсь с людьми. Да, я общаюсь иногда с людьми. И, естественно, там свои шуточки. И шуточки это не обычный такой бизнесовый разговор. Там шуточки-то такой. Ну ладно, вот так пошутил, да, что-то сказал. Соответственно, свои мемчики, свои приколяндры. И надо свитчить вот так разум. Представьте, что вот это вот дело для вас, это как отдельный человек. Вы ведь общаетесь, вот если вы такие представите, вы же общаетесь с каждым человеком по-разному. То есть в соответствии, как у вас установился контакт с этим человеком. С кем-то вы общаетесь так, с кем-то иначе, с кем-то еще другим образом. И представьте, что ваше дело, которым вы занимаетесь, то есть у вас есть три дела, это три разных человека. Просто-напросто. Да и вы просто свечаете свой разум, так вот в этот момент мне нужно повести себя вот таким вот образом, вот в этот момент вот таким вот образом, в третий момент вот таким вот образом. И все. Серьезно. Это весь ответ на вопрос. Естественно, тут есть различные вещи, но тогда, если вы хотите вот серьезно прям стать гуру и стать дисциплинированным, тогда занимайтесь спортом. Да, действительно, если вы занимаетесь спортом, то вам намного легче что-либо делать, по той причине, что спорт это наиболее активная, активная активность, да, наиболее активный вид деятельности, который мы можем найти в нашей жизни. То есть, когда работает все ваше тело, и поэтому спорт он закаляет для того, чтобы вы начали заниматься чем угодно. Потому что, представьте, рисование, вы двигаетесь только руками, только руки, или же, например, вы поете. Да, работает торс, это тоже хорошо. Торс работает верхний, дыхалка работает, челюсть работает, тоже хорошо, в принципе. Но спорт, он развивает абсолютно все мышцы, абсолютно. То есть, ну, смотря какой спорт, естественно, мы берем во внимание. Но если такой прям активный вид спорта и наподобие пробежки, ну да, возьмем его, например, то он развивает все мышцы, то есть вы двигаетесь полностью и плюс разминаетесь, поэтому он помогает. Также, что помогает? Холодный душ помогает, потому что у нас так устроены рецепторы в нашем теле, в нашем организме, что вот тут вот, если нам попадает холодная водичка вот сюда, то мы начинаем быстро просыпаться. Мы не просыпаемся, если ночью звенит какой-то громкий звук, то есть там каркает ворона. Да, кто-то просыпается, кто-то нет, но если капнет вот сюда вода ночью, то вы проснетесь по-любому. Это устроено для того, это еще рефлекс сформировался с давних времен, исторически, что, помните, жил человек в пещере, все, он жил и такой уснул, и вдруг головой окунулся случайно в лужу, то есть спал-спал-спал, окунулся вот так головой в лужу и, соответственно, захлебнулся. И чтобы этого не происходило, сформировался, эволюционно сформировался рефлекс, что если сюда попадает водичка холодная, то человек сразу бодрственнее становится и в активный режим включает, у него включается активный режим. Соответственно, если вы хотите быстро взбодриться, то можете использовать как раз-таки холодные ванны, холодный душ. Помогает две минутки, три минутки, минута, кто хочет пять минут, для желающих больше, можете использовать. Дыхательные упражнения тоже помогают, потому что они запускают органы внутри нас, плюс дыхание само оно дает нам жизнь, и чем более продуктивно у вас работает сама дыхалка, тем более вы гораздо на что-либо другое, то есть ваш организм такой, о, мне не нужно думать об этом процессе, у меня дыхание работает так хорошо. Поэтому дыхалка, она очень полезна в том числе. Собственно, спасибо большое за просмотр данного видео, хорошего вам вечера, хорошего дня, рад был с вами побеседовать. Заключим. Первое, что необходимо делать, это просто свитчить быстро свой разум, то есть свитчнули, и все сразу начало хорошо работать, то есть начать самое главное. Прямо сейчас можете написать в комментарии, что вы собираетесь сейчас сделать. Второе, что необходимо сделать, это заниматься спортом, активными видами спорта. Третье, это, если вам это поможет, то вы можете просто представить, что каждое ваше дело, например, если вы занимаетесь многими делами, рисование, музыка и, например, спорт, это у вас три различные вида деятельности, и это три различных человека, то есть проассоцировать таким вот образом, и под каждый из этих видов деятельности вы ведете себя определенным образом. Тоже определенный способ структурировать для себя информацию. Четвертый пункт, или какой-то там, в общем, один из пунктов, это принятие холодного душа. А, и последний пункт, такой бонусный для вас, поставь лайк, если это было все полезно, да, в общем, последний пункт, это конкретно высыпаться. Если вы высыпаетесь, высыпаться, это означает не 12 часов спать, 14 часов спать, а высыпаться, это означает высыпать 5 циклов сна. Средний цикл сна проходит полтора часа, то есть вам необходимо проспать 7,5-8 часов, чтобы высыпаться. Если вы спите меньше, чем 5 циклов сна, то возможно, у каждого это все индивидуально, но возможно, что у вас будут какие-то ощущения, что вам необходимо поспать. Из-за этого у вас возникает, ой, что-то я перегорел, ой, что-то мне не хочется делать, ой, что-то у меня депрессия. Ну, это, естественно, относится к тем, ни у кого именно действительно диагноз такой поставлен именно болезненный, неизлечимый. А стоит, ну, какой-нибудь такой, да? Хотя я верю в то, что все излечимо в нашем мире, абсолютно все. Ну, это просто моя менталочка такая. И поэтому, да, если у вас ощущение такое возникает, что, ой, что-то как-то скучно и все такое, ребят, поспать необходимо 8-7,5 часов. Если вы спали до этого 7,5-8 часов, то тогда вам и не надо поспать, значит, надо делать, потому что, значит, вы просто ленитесь. Да. В общем, желаю вам успехов, дамы и господа. Надо настраивать себя на положительный лад, чтобы у вас все продуктивно было, чтобы эффективно все было, продуктивно, результативно и вы двигались вперед. Желаю вам успехов, развивайтесь. Надеюсь, что зарядило вас зарядом мудрости, да? Just Do It и все такое, Игорь Войтенко. И всех благ вам, до свидания и развивайтесь. Всем пока, bye.